Так, приветик всем, приятного просмотра. Мы смотрим сегодня за два дня до нового года репои учеников. Я решил провести такой небольшой стримец, часика так на 2-3. По сборам полетов учеников, если разберу репои слишком быстро, возможно ученики поиграют против зрителей. Хотел устроить определенный день, где целый вечер бы ученики играли против зрителей рандомных. Но не знаю, успеем ли сегодня, уже в 10-й час, поэтому переходим к первому репою. Я пить хочу, сейчас я попить налью. Сейчас подойду и как раз пока посмотрим развод рабов. Смотрим мы за вот этим парнем. Смотрим мы за вот этим парнем. На наши зомби напали. Жизнь за Айл. Блин, обожаю Кока-Колу с мягким белым хлебом. Это здорово. Так вот, начал запись и сразу ушел от компа. Так, музычку можно сделать попроще. Не обращайте внимания, что стример ест. Скоро Новый год, хочется есть. Так. Музычку тоже потише. Так, смотрим за учеником. Что он делает не так. Вообще, во время всех этих реплеев, я буду стараться обращать внимание, в принципе, на все, что увижу. И говорить все самые жесткие косяки, которые бросятся мне в глаза. Поэтому я чуть-чуть перемотаю, чтобы проверить начало. Начало самое важное. Я не люблю вебку, тем более я сейчас хаваю. Параллельно. Вебка будет, наверное, завтра. И послезавтра точно. Я еще до сих пор Новый год не обдумал. Реплеев где-то, по-моему, 15. Ну, 4 из них от одного игрока, и, по-моему, 3 еще от другого. Ну, где-то 10-15. Два быстрых газа с одной базы. Ошибка. Бусты на гейт, в котором ничего не делается. Ошибка. Быстрый зилот на ненужной большой карте. Ошибка. Я здесь, среди денег. Кора находится черти где. Ошибка. Разработка завершена. У тебя три гейта. Денег нет. Газа много. Ты добавляешь четвертый. Ошибка. Поздний роботикс. Ты не заказывал юнитов в гейте, пока еще варм-гейты не были изучены. В принципе, тоже ошибка. Можно сентрю заказать. Сейфовую. Так как каждый второй противник на ладре гей, надо делать быструю сентрю. Извините, что я ем. Сейчас, я быстро. Специально купил мягкий батон хлеба, белый. Ужасно вкусный. Ужасно мягкий. Ну, естественно, довольно поздно пошли газилки на второй базе. Но рабочие строятся идеально. Временно приостановились, но нычка раскачана к шестой минуте. Это хорошо. Сентри, имморталы. Ну, нет никаких технологичных зданий. Непонятно, что за сентри, имморталы пушты пытаешься исполнить. Где фаржа, где сумеречный совет? Сколько времени должно пройти, чтобы зерк раскачал 3-4 базы? А ты... 3 эволюшена. О, господи. И ты после этого принял решение выдвигаться куда-то вперед, в атаку, в третью нычку и так далее. Открыл варбгейты, у тебя есть кора. Строишь третью локацию. Что тебе мешает? Ничего. Делаешь, потому что можешь. Потому что варбгейты есть. Если видишь какую-то угрозу, у тебя есть кора, войска, гвардиан, до варб. Ну и в конце концов отступить можно. Или рекойнусы. Ты говоришь, фаржа и сумеречный совет, это неправильно. Типа с двух баз. Серьезно? А выходить в Нексус и параллельно в колосятню 4 гита и имморталов, это нормально? То есть пацан зажал деньги на 2 здания. И на 2 апгрейда. Но заказав 6 зданий с Нексусом и имморталом с колосятней, ему норм. Ну, хоть призму с собой взял, уже хорошо. Но вот эти гиты желательно должны открыться, когда ты вот сюда подходишь. То есть когда ты собираешься уже сражаться. Чтобы резко сделать мощный, хороший, до варб. На плетки ломиться не обязательно, ты можешь напасть в другого направления. Тебя никто не вынуждает драться под плетками, которые твоих сталкеров просто... Убивают быстро очень. Ну и чувак широким фронтом тебя принимает. Гиты ты открыл, деньги накопил, 6 гитов в заказе, а бой уже идет. А? Что? Филды кидать зачем? Пытаешься микрить призмой, если уж ситуация складывается неблагоприятным образом. Пытаешься спасать юнитов. Ну и Кэп подсказывает, что нужно было в первую очередь сделать до варб. И гитов у тебя не хватает. А деньги скопились не потому, что ты поздно гиты добавил, а потому что ты даже с этих 4 гитов варпил не нон-стоп. Мол, ты строил дорогих сталкеров. Ну, кое-как, рачей ты все-таки отбил. Но сейчас появится гидра, которая за 25 секунд заставит тебя либо потеть с блинком, чтобы попробовать задефить, законтрить эту гидру. Хотя их всего 11. Либо тебе нужны адепты. Тоже минимум штук 10. Считывая твое количество денег, ты сам понимаешь, сколько юнитов ты бы мог построить. Контрей ты не восстановил, это очень печально. У тебя не копится энергия, ты не кинешь филды, зерк будет с тобой широким фронтом вот так вот драться. Скажи, что это будет, что это не твой ученик и норм будет. Смешно. Вот сюда кладешь пару фронтфилдов, и зерк начинает дико тупить. Ты расстреливаешь все это добро. Но у тебя нет блинка. 11 минуты игры, Нексус поставлен вообще непонятно для какой цели. Можно было его и не ставить, если уж ты во он решил пойти. Ну и... Сентри надо, надо, надо использовать. Ты не можешь убить гидру без колоссов, дизрапторов, большого количества адептов, или зелков с ногами, или филдов с гвардинами, с грейдами. То есть у твоего противника грейда 1.1, у тебя 0.0. Ты спрашиваешь, нормально ли делать апгрейды? Нормально. Потому что 1 грейд на атаку, это Сентрия и... Сентрия и Зиот. 2 юнита. 100 минералов, 100 газа. Мне кажется, грейд на атаку 5 имморталам гораздо полезнее, чем 2 сталкера. Как бы. Блинкуешься, 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 блинкуешься. Да варп делаешь. Блинкуешься, 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 блинкуешься. Но тут уже он с слишком широким фронтом С гидрой, с раучами, с масквинами Просто входит в тебя Казелином Ну на крепе Зачем ты поставил Нексус? Непонятно Рабов перевел, молодец Закази дальность колоссам и первый колосс То есть ты потерял всю армию и переходишь В технологичных дорогущих колоссов Или ты вообще их не делаешь Или делаешь их сразу и только нападаешь Потом только с ними Иначе в тебя просто банально войдут Ну примерно как сейчас Один колосс это тоже Даже два колосса В таком открытом пространстве На чистой территории Тебе не поможет Вот три уже может быть Почему у меня ХОЦ и нет зданий ветерана Завода и воздуха Попробуй скачать второй Старкрафт, чувак Или удалить Хиросов за шторм и скачать Старкрафт 2 Это немножко другая игра Завода у него нет ХО, я чувствую сейчас что будет Ой, чувствую Ой, чувствую Выделяем, отводим, микрим Ты тернами что ли играешь? Чё это за подшаги сталкерами? Сталкеры стреляют раз в секунду То есть Идём 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 А ты делаешь Не делаю так сталкерами Неправильно Нельзя так быстро какие-то нранить Маленькие могут, сталкеры нет Они выстрелили, отошли Выстрелили, отошли Медленно Чё медленней У тебя 2000 на 1200 На которую ты мог построить безграничное количество колоссов С двумя роботиксами Сделать грейды, потому что у противника уже 2-2-1 грейды Посмотри сколько апгрейдов сделал зерк, сколько ты Ты никогда в жизни ни одного зерка не выиграешь Если будешь позволять ему делать столько грейдов С пяти баз Ладно, четырёх Имею всего две Но грейды делать надо Протосы, мощь The power of protos Технологии Игра какая у него Ох, если б я помнил Это вроде платина По-моему Так, следующая игра Воин Роя Да ты чё, ну Ай, Близзард, сдохни Придётся батон этот отключать каждый раз Спасибо Так, этот логотип нам не нужен до завтрашнего дня Так, воин Роя Ученики вообще на стриме сейчас есть? Хоть плюс поставьте Это чё-то как-то стыдно Я очень поздно Ой, блин, здесь настройки другие Я очень поздно принял решение устраивать подобный стрим По разбору полётов учеников И у них был всего день На то, чтобы увидеть сообщения в скайпе Для того, чтобы прислать мне репои на почту Если бы я за недельку анонсировал, было бы больше репоев Ну, как говорится, кто увидел и успел, тот репои и прислал Так, смотрим за зергом Запилил зергу газ Ошибка Не нужно этого делать Зерг всё, что захочет, он сделает с одного газа Второй ему газ для этого не нужен И роучий с одной базой, он может заказать 8 штук И 3 реведжера, и бейлингов, и скорость с собаком Второй газ запиливается другим расом Не зергом Потому что у него есть вот ещё два дополнительных Ему плевать А, запротся мы не смотрим Чё, форжа после кибернетки? Видишь, парень вообще не стесняется Я знаю, я просто говорю, что газ нельзя ставить Такой, от него смысла нет Ну, просто здесь больше нечего советовать Две квины Чётко, линги, скорость с собаком, бейлингнест Он заказал собак, можно было чуть-чуть пораньше это сделать И, ну, если хочешь сделать бейлингнест поэффективнее и побыстрее Его надо делать не с таким количеством рабов на второй базе А либо вообще без рабов, либо с двумя-четырьмя Десять не нужно Потому что сейчас у тебя сильно копится рез И тебе надо ставить третью хату Лингами, раз ты делал бейлингнест И сделал скорость с собаком Беги в атаку Потому что если ты дождёшься, пока у Протаса сейчас делаются варм гейды Потом это работать уже не будет Протас заказывает сентрю Вот сентря Если б ты напал сейчас в 4.00 до появления этой сентри Ты бы взорвался бейлингами сюда Убил бы зиота, открыл бы дырку Забежал бы собаками, ГГВП И здесь какой-то другой кодекс звука Я не понимаю, почему Какой-то сухой звук Старкрафта Знаешь, что звук вроде максимальный Хитр Отличный развод, отличный Неплохо, неплохо Чувак заказывает 2 старгита Видимо смотрит турниры Центр, рекора, фотонка, вторая фотонка Застройка Врезаешься бейлингами Как минимум 6-7 Потому что 5 нужно минимум И нужно хотя бы пару бейнов иметь на запас Чтоб фотонка их не убила Или там кора, или еще что-то Забегаешь внутрь Врезешь, ломаешь Пробегаешь, пробегаешь, пробегаешь Разводишь на фотон оверчарж Убегаешь Потому что ты сейчас дерешься с фотон оверчаржем Ты должен был вот так вот отбежать на мейн Вот так вот, на мейн Минуя фотон оверчаржа В итоге пробежало внутрь всего 4 собаки Но остальные собаки не забегают Потому что ты их не заказывал Личинки были, но ты их потратил на дронов То есть, грубо говоря Ты в начале игры построил газ Доказал раннюю скорость собакам Поставил, сделал 10 травов на этой нычке Доказал стадо собак И понадеялся, что ты выиграешь ТОСа Одной атакой, единственной Всего лишь одной Но нужно какой-то заказ Дотекание, которое забежит после того, как эта группа Вот эта Точнее, после того, как от нее Останется шашлык Кроме этого, должно забежать К протасу еще столько же Сколько забегало до этого На все личинки А сейчас у протаса 46 травов на 33 Ты сам себя Оставил позади противника По экономике Третьей базы у тебя тоже нет Протасу это выгодно Нормальный протас тебя захарасит Щи А еще более нормальный Кинул бы форсфилд И ты вообще бы ничего не сделал Еще хлеба поел Мягенького, вкусненького Спорка, спорка Потому что увидел старгейты Молодец Третью базу Пытаешься, естественно, сейчас раскачать И панически выходишь В бедру Потому что ты видел старгейты И ты боишься Кстати, музыка не громкая, ребят Можешь потише сделать Вроде нормально Вот это что за 4 бейлинга В чем их предназначение Биться об стену? Они могут Так, а, ты не видел Нексус 3 Жалко Завтра будет самый последний Официальный стрим по Старкрафту Турнир будем стримить Последний в этом году И будет массовая раздача На стриме А, там масса раковая Ну, все Тебя спасет только гидра Только гидра У тебя хороший контроль карты Идеальный контроль карты Висят везде оверы Везде оверы Контролятся зоунаги Бегают собаки Оверы здесь висят Оверы там висят Повсюду оверы Контроль карты идеальный Но ты не знаешь, кого он строит В старгейтах И сколько этих юнитов у них В этих старгейтах Главнейший косяк Пошла гидра Это еще старый репой Когда был грейд на дальность Оу Спасибо, Бобби В этом смысл Моих стримов Объяснять, впаривать И рассказывать Спасибо, Шэдик Тоже за 100 рублей Одновременно два человека Задонатило Спасибо Новым годом, ребят С наступающим всех Большое спасибо Кое-как ты ораков отбил Так как Тос все-таки инвалид И как-то неправильно Применил ораков Он решил заказать грелок Не знаю, каким образом Они ему помогут После слива всех ораков Против твоей гидры Баг заказывает На накопившиеся деньги Еще старгейты О которых тоже было бы Здорово узнать Вот это стенка Вот это стенка Просто вы посмотрите Боже, я такой стенки В своей жизни не видел Это же просто прекрасно Еще бы вот стенку Здесь сделать из гейта Поставить вот здесь Еще один пион И гейт в стенку И просто как хочешь На это нападай Пять фотонок Со стенкой из гейтов Офигеть Или вот так можно было бы Три гейта поставить Просто мертвая застройка Неубиваемая Но если ты встанешь Войсками сюда Вот так вот Полукругом Даже гидрой И будешь просто стрелять По гейтам Протас вот в этот узкий проход Не сможет пойти Потому что он сам застроился Себе в минус И ты сейчас не знаешь Что делает Тос Он переходит С торгиты С маяком Флотилии Делаешь Зачем-то Нидус Если для быстрых Дозаказов гидры Чтобы доставлять Дотекание Я еще могу понять Так, а дальность гидры Он сделал Да Тогда еще Скорость гидры Нидус Дозаказ Нидус в этом случае Надо биндить Чтобы постоянно Не кликать на него Вручную То есть допустим На пятерку Нажал пятерку Нажал Д Высадил из Нидуса Можно кстати Делать это гораздо удобнее Если ты Не меняешь Горячие клавиши Никогда Если ты всегда Используешь Нидус На пятерку Ты можешь сделать Допустим Выход из Нидуса На букву Т То есть нажал 5Т И все Из Нидуса Бойска вылезают Но это быстрее Чем нажимать 5, Д, 4 Там С Инъекция И так далее Геморрой Ну естественно Чистые грелки Не могут Ничего с гидрой Сделать Батонов 5 штук Еще нету Понимаешь У протиса Сколько денег И времени Он заказывает 5 батонов Одновременно Одновременно Карл 1200 газа В продакшене Все это время Воздух у него Был даже без грейдов Но гидре Было бы клево Иметь хотя бы 2 грейда На атаку Грейды на броню Не такие Супер Мега важные Но грейды на атаку Это обязательное Потому что Гидры ДПС Своих 4 баз Точно можно было Найти время Чтобы заказать Вместо вот Лишних 2 гидролисков 1 грейд на атаку А так как уже 12 минута У тебя уже 2-2 должны быть Ну и все Крип двигаешь Карту контролишь Идеально Но Не разведываешь Разведал ты только Из-за того Что протас Не смог Нажать Кнопку F В начале игры И не жди Пока он сделает Лимит воздуха Убивай его Пока батонов Не 10 штук И пока под батонами Не стоят архоны И штормы И все остальное Ты можешь спокойно Стоять гидрой на месте И убивать перехватчиков Ну Желательно конечно Еще не под батонками Это делать Ты даже Лимитом гидры Каким-то чудом Не смог Не смог Пробить Два батона Как это вообще Случилось Хотя там Фотонок было немало Сейчас посмотрим Еще раз 43 гидролиска В нидусе Шоу Квин почти нет энергии Кроме Ну ладно 130 энергии Ну пропустил ты 5 инъекций Ну с кем не бывает Ты же не протас Но гидра без грейдов Это довольно слабо И денег много И гидра без грейдов И Личина к море Продолжается игра Этому всему добру Раньше Гриб тянешь Шикарно Войска строишь Круто Инъекции вроде делаешь Развиваешься Развиваешься Теперь осталось Научиться Только правильно Использовать юнитов Привет Алт Алт Я тебе там сообщение В скайпе накатал Посмотри пожалуйста Пачка карапторов Это хорошо Но если бы Чувака Хватило у мозгов Добавить грелок Хотя бы Штук до 10 У карапторов Шансов бы не осталось Дос Все это время Сидит на трех локациях Никуда не выходит Не торопится Караптор с грейдом На броню Отлично Грейд на атаку Тоже штука полезная Но Против перехватчиков Грейд на броню Важная вещь То есть Три урона Снижается сразу Каждого выстрела И самая главная ошибка Автоатака Карапторов Только фокус 14 батонов У протаса За один выстрел Умирает каждый батон Гарантированно Смотри как долго Перехватчики Убивают твоих карапторов Они никак не могут умереть А если еще и кинуть Пару микозов Чтоб перехватчики Все застакались Застанелись С той гидрой Которая до этого погибла Проблем бы вообще Не было Ты убил почти Весь лимит воздуха Процесса Осталось только 8 батонов Зачем ты делаешь Грейды на собак Не очень понимаю Но все таки Ладно Были бы еще собаки Сразу фокусишь Грелки По ним довольно тяжело Попасть Потому что они тут В стеке Еще и под металлистами Но ты пытаешься Ну и почти все Месторождение минералов Выработан Наши войска Атакованы Смотрите на крип на мини-карте Что-то круто И мага в свои лучшие годы Твигал крип так же Он до сих пор Круто двигает То есть Реально жесть Уже золото кончается Третье кончается Вторая кончилась Первая кончилась Тебе бы разок Хорошенько залететь Ктосу на мейн Убить ему Быстро пару Старгейтов Сделать туда Нидус Чтоб гидру туда Сунуть Доставить А вот Короче у меня такая идея Что так как все эти Вот 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 то о чем я говорю И ты сделал это в этом репое Залетел резко И убиваешь Таргейты А вот у меня вопрос Короче по поводу Ютуба Я думаю что Все Скажем так Ярлыки Вешаются на видео Автоматически Системы Ютуба Правильно Так как мы Посылаем Опровеждение Пытаемся Опровергнуть Незаконное Типа Использование Музыки Я не думаю Что они на каждое Сообщение В принципе На ютубе Отвечают Может быть Нам попробовать Почаще Эту штуку Юзать Чтобы с нас Снимали Хрень Или там вообще Звука не было В том видео Но его теперь Вернули уже Или нет Просто я сомневаюсь Что у ютуба Есть такая функция Вернуть звук И вот как С этим видео Быть Неплохая попытка Убивать пилоны Под семью фотонками 43 тысячи Потери на 30 Осталось Убить только Вот Вот этот лимит Последний Денег у Тоса На старгеты Нету Времени Тоже нету Он же тоже Батонов Все время терял Но ты мог Его убить Самой первой Атакой С гидрой Взял до заказ Убил Перехватчиков Начал драться С Тосом С батонами Без перехватчиков Долгая Триплая Смотрел Логинимся Каждый раз Потому что У Близзарда Нет такой функции Как автовход На аккаунт К сожалению Так А что Ты не заходишь Ай Черт Придется Заходить на аккаунт Артура Каждый раз По-свой Время заливки Будет дольше Так как Там обработка Повторная Ну Это лучше Чем вообще Потерять звук В видео Так-то Я все боюсь За Если они Начнут возражать По поводу Нашего По поводу Нашей апелляции То Мне кажется Они могут Выдать Предупреждение Возможно Наверное Так Повторы Поин Роя Теперь Микс Тейп Еще один Репой Старого Образца К сожалению Сталкеры Сталкеры Были Он мог Убить Весь Лимит Дерго Сталкерами Лимит Дерго Это я Очень Сомневаюсь Дружище Что Сталкеры Могут Убить Лимит Дерго Так Мы смотрим За вот этим Парнем Это Протос Он пытается Стать Мехтирном Да Вот Надо Ну Уже После Нового Года Гарантированно Сейчас уже Просто Некогда Этим Заниматься Давай Наверное Будем Отдыхать Так Мехтирном Два Быстрых Газа Один Из Которых Не добывается Как Можно Забыть О Самом Важном Атрибуте Мехтирна О Газе Захват Блин Простите Я Так В эфире Тори Сори Но Ничего Не пропустили Он построил Быстрый Завод С быстрыми Циклонами Добавил Рабов На газ Отправить О Молодец Что увидел Что противник Ставит Золото Грамотно Но в чем Необходимость Именно Быстрых Циклонов А не Гелеонов Для чего Ты Тратишь Весь Газ В ноль На Юнитов Которые Которых Сможешь Применить Здесь все звуки Игры Очень громкие Которые Иди В задницу Зачем делать Именно При Быстром Реакторе В заводе Четыре Циклона Которых Могут Убить Просто Линги Окружив Любого Зерга На пятой Минуте Уже Есть Линги Вот Нырг 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 Бывает Начинаешь Играть В танке Правильно Только с арсеналом Ты немного Погорячился Потому что Он слишком Быстрый Слишком Ненужный Для Текущего момента Для этой игры Слишком рано Третий Командный Центр Достраиваешь Рабов До максимума Там к тебе Идет пачка Рачей Но для этого Тебе есть Танки И было бы Неплохо Иметь Космопорт Чтобы Первое Ты мог Дропать Гиллионов Потому что Это единственное Что ты можешь Дропать Второй вариант Это Либератор Слетать Либератором К Зергу Зависнуть Вот здесь Начать Делать Панику Зависнуть Вот здесь Вот здесь Все Успех Прогресс Зерга Сидит с одной нычки На одной базе У него 10 Рабов На другой 16 Инкама у него Как ты видишь Вообще нет Он тупит Вместо того Чтобы ставить хат И нажимать СД Зерг тупит Строит рачей Имея 1К Минералов Инкама Вот Ищи минералов В минуту Тут ты его Уничтожаешь Гиллионами Циклонами Танком И даже Танк спасаешь Помню про Космопорт По хитрому Перелетел Старайся Заранее делать Здание Там Куда ты Будешь Перелетать На новые Пристройки То есть Грубо говоря Ты заказал Барак Или перелетел Бараком Рядом с ним Ставишь Космопорт Ему делаешь Сразу Лабу Перелетаешь Космопортом Не тратишь Время Потому что Летать туда-сюда Это немножко Неправильно Время очень Дорогое Против тебя Шансов Уже Нет Это я К микстейпу На будущее Обращаюсь Потому что Знаю Что он Будет Смотреть Либо Стрим Либо Запись Вообще Они бронированные Сами по себе Вот Два Либератора Отлично Замечательное Решение Только Что это За Рулепоинты Через Шифт Такие Непонятные Старайся Делать Минимум Кликов Но полезных То есть Допустим Выделил Либераторов Лететь Сюда Лететь Сюда Лететь Сюда Разложиться Сюда И сюда Все Забыл Про Либераторов Гейм Забыл Прорекламировать В смысле Забыл Вот Пожалуйста Заходи Вот Ссылка Второй Космопорт С Лабораторией Но Дальность Ты не делаешь Нужен Центр Синтеза Лагера Конечно Твоих Либераторов Все равно Могут В принципе В теории Убить Пошел Центр Синтеза Третью Нычку Ты занял Газилки Сразу Поставил Молодец Продолжай Укреплять Свой Лимит Новыми Факторками Потому Потому что С двух Факторок Ты не построишь Столько Сколько Добывают Твои Три Базы У тебя Инкам Больше Чем Способность Твоих Пяти Зданий Даже С Безостановочным Производством Подстраивай Геликов Чтобы у тебя Был контрак С собакам Чтобы они Быстрее От сплэша Умирали Ну или От холбатов Хотя бы С нового Завода Лишними Это не будет Ты потому Что Никогда Не знаешь Закажет Оппонент Лингов Или не закажет Чтобы быть К этому готовым Лучше Лингов Все таки Иметь Потому что Циклоны Не вечные А танкам Все равно Какой-то Лимит Подойдет Ну или Допустим Будут танки Стоять здесь А основной Лимит Здесь Тебе нужно Быстренько Подбежать Будет Гелионом К танкам Чтобы спасти Их от Лингов Это могут Только Гелики Сделать Начинаешь Юзать Своих Либераторов Раскладываешь Их Желательно До Основного Сражения То есть Начинаешь Осаду Первый Круг Второй Круг Третий Круг Танки Раскладываешь Здесь 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 Двигаешься Вперед И только Потом Поднимаешься Всем Основным Лимитом А ты Сначала Напал Потом Начал Раскладывать Все Остальное Танки Не стреляют Либераторы Вообще Раскладывались Во время Сражения Тоже Немножко Некорректно И перед Атакой Обязательно Закажись Чтобы Здесь Было Хоть что-то Кроме Трех Гиллионов Знаете Как Профессор Такой Сидит Короче И впаривает Своим Ученикам Как Надо Обидно Что Прогеймеры Ну Идеально Понимают Игру У них Там Огромнейший Опыт Бла 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 Но Воспользоваться Они Не всегда Могут Этим Опытом И Знаниями Вот Тебе Явно Не хватает Траты Ресурсов Траты Минералов Нужно Занять Пони Тарко Построить Еще пару Орбитальных Станций Я конечно Не буду Напоминать Про троту Энергии В командных Центрах Потому что У тебя В двух Командных Центрах 200 Маны Но у тебя И так 4000 Потому что Ты Имеешь Всего Один Реактор На Одном Заводе Поэтому Гелеоны Клепаются Еле Еле Минералы Тратить Некуда Лавляешь Торов Грейд На Атаку Воздуху Хотя Лучше бы Ты Грейдил Землю Наверное Дальше Чем Атаку Воздуху Или Сделал бы Наоборот Грейд На Броню Который Универсальный В арсенале И для Земли И для Воздуха Ну 5 урона Ну Целый Грейд Ради 5 урона Что дает 5 урона Ничего А Грейд На Броню Спасает Тебя Во многом Особенно Если Твои Циклоны Танки Стакан Адское Пламя В конце Концов Да Можно Сделать Гелеоном Чтобы Они Были Хотя Более Конкретно Способны Колбаты Будут Более Полезными Маленькая Кучка Войск Просто Такая Маленькая Вот Будь Зерг Немножко Понаглее Он бы Давно Тебя Уничтожил ГГ Зеркс Очень слабо Экономикой Играл То есть Ты впереди Зерга По рабочим На протяжении Все игры Ты ему Базу Два раза Отменил Он Просто Тебя Чуть Слабее По Торкам Не забыть Пристройки Космопорт Можно делать Раньше Чтобы Зерга Харасить В начале Игры Потому что Без Космопорта У тебя Ну Совсем Ничего Нет То есть Ты Почти Всю Игру Первый Наверное Минут 8 Жил На Двух Заводах От которых Толку Было Вообще Очень Мало Но Выход Ты сделал Неплохой Грейт Грейт На атаку Техники Я считаю Тоже Более Полезным Чем На броню Грейт На атаку Для сплэша Для танков Для Холбатов Для Гиллионов Для циклонов Лучше Грейтить Атаку Вообще В идеале Оба Грейта Делать Когда Караптеры Появятся У тебя Воздух Уже Будет Хоть Хоть Как-то Бронированный А лучше Переходить В батл Грузеров Потому Что Вечно Играть В танки Ты Не Сможешь Если Ты Совсем Хочешь Мехтерном Быть Кстати У чувака Был Шпиль Почему Он Караптеров Так И Не Сделал Так Авторизация Че Странное Сообщение Было Ой Блин Я Зашел На Какой То И Он Дурацкий Старкав После Выхода Из Учетки Не Запоминает В Регион Я Заходил До Этого Так Можно Помягче Так Следующий Реплей Реплей Наверное Микс Тейпа Я Следующий Пропущу Посмотрю Других Ребят Как По Времени Нормальный Вроде Идет Чатик Если Что Вы Можете Вопросы Задавать Во Время Игры Э Что За Фигня А Во Да Гвардиан Один Репой Точно Дошел Если В чате Есть Кто То Из Учеников Кто Репой Не Присылал Может Быть Я Дам Вам Шанс Но Может Это Будет Не Репой Может Вы Сыграете Против Кого Ты Из Чати Архонт У меня Временами Ощущение Что Ты В Каком То Своем Мире Находишься Вообще С этой Поняты Так Смотрим За Этим Парнем Микки Смотрим 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 Из Орбиталки Прям Супер Мега Быстрый Завод Хотя Морпег Для этого Был Особо Не Нужен Опять Забыл Робов На Газ Угу В чем была Концепция Такого Слишком Мега Быстрого Завода 200 Газа У тебя Сейчас Накопилось Ты Могу Поставить Еще Один А Мапорт Так Два Гелеона Баньша Молодец В принципе Молодец Но до появления Космопорта Ты мог вообще Второй газ Не делать Потому что Сейчас у тебя 200 А тратить Его некуда Только если Не длин Виза О И где Перелет 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 Здесь Каждая секунда Важна Ворон Быстрый А ворон Ты быстрый Зачем А Это ж ТВТ О Ну Можно Можно Но Дорого Гелеонами Ничего Не добился И рано Слишком И хора С турелями Да Да Хора С турелями Ну Как видишь Ты Костанул Ее Убил Два Раба И все От ворона Толку Никакого Тебе Мариносы Дропнулись Ты потерял Всех Гелеонов 1300 Минералов Пятая Минута Игры Ты сделал Ставку на Юнита От которого Толку Нету Но при этом Дома У тебя Развитие Остановилось То есть Ты пока Между Появлением Ворона И его Использованием Ты ничего Полезного Не делал Вот твой Первый Ворон Заказываешь Второго В бараке Ничего Не делается В заводе Ничего Не делается Заказа Ноль Хотя Вроде Как Мехтерн Козилку Надо добавлять Сразу Как только Видишь Такой Дисбаланс Видишь Что Проигрываешь Сражение Берешь Пару КСМ Начинаешь С ними Сражаться Ну В идеале Ну Как правило У каждого Игрока Какой-то Свой Вообще Индивидуальный План На игру Либо Его Вообще Нет Либо Просто Очень Понятный Не знаю Что он Конкретно Хотел Сделать Лепишь Еще Один Командный Центр Лепишь Еще Заводы Видишь Одними Гиллионами Довольно Сложно Отбиваться Тремя Воронами Можно Было Вообще Постоянно Турельки Сюда Кидать При Желании Заметь У противника Нычка Всего Пять Робов Добывает Ты даже Видишь Это Просветкой Чувак Не умеет Развиваться Экономически Он умеет Только Дропать Тебя И Это Работает Потому Что У тебя 2000 Минералов Ты Ресурсы Плохо Тратишь Он Тратит Их Хорошо Потому Что У него Инкам Никакущий А Ты Тратишь Плохо Потому Что У тебя Инкам Слишком Хороший Был До Тих Пор Пока Ты Не Потерял Робов И Потому Что У тебя Всего Было Два Здания Произведящих В Был бы Здесь Танк В Заказе Может быть Как-нибудь Он тебя И спас Интересно Какое решение Сейчас ты Примешь Пока Ты Вернешься Ты Куда Улетел Куда Парень Улетел Он Убил Он Готов Он Мог Убить Сейчас Все Здания Тебе Абсолютно Пацан Решил Вернуться Его И так Гапша Огромная Там Стоит Что Возвращаться Ломай Производящие Здания Я Просто Пожалел Молодец Только Танки Зря Остановились Три Турели Так Ну Вышел Ты В третью Базу Кое Как Допустим Тут Именно В этом Заводе Ничего Не Делается На протяжении Очень Длительного Времени В чем Прикол Твоих Рейванов Повесь Викинга Хотя Одного От Дропов Деньги Ты все Рано Есть Пока Ты Не Научишься Тратить Деньги На уровне Хотя Алмаза Ты можешь Спокойно Тратить На те Вещи Которые Будут Для тебя Полезными Чтобы Ты научился За этот Период Играть Повесил Викинга На Патруле Можно Двух Ну Можно Здесь Второго Тут Или Просто Одного Ну Два Викинга Вот Здесь Халява Халява Надо защищать Конечно же Всеми силами Танки Раскладывать И не позволять Противнику Просто так Подбегать К командному Центру Убивать Его И улетать Для этого Есть танки В Сидже Это как Количество Мехтернов Как-то Внезапно Возросло Перед Новым Годом К чему Бы Это Мазгелеоны Без Адского Пламени Но если уж Играешь Мазгелеонов Адское Пламя Это Самый Первый Апгрейд Который Надо Делать Первейший Деньги Деньги Ребят Если вы Идете В атаку Это Не значит Что За вас Кто-то На базе Будет Сам Развиваться Вы Должны Научиться Делать И то И другое Хотя Зажмите Кнопка До Заказа От Этого Будет Больше Пользы Чем Вы Вообще Даже Этого Не Делаете А в идеале Перед тем Как напасть Ты должен Потратить Деньги Заказаться Добавить Зданий На те Деньги Которые У тебя Есть Пара Факторок Там Пара Командных Центров Кинуть 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 Мулов Саморфить Орбиталки Рабов На газы Перевести И Только Потом Нападать Потому что Сейчас Когда у тебя Уже нет Нихрена Два Рейвена Единственных Где Дотекание Обычно Смотришь На терна Как он Воюет На другом Конце Карты Там Дропает Сражается Нападает Там Идет Экшен Потом Смотришь Сюда И здесь Стоит В три Раза Больше Армии Чем Сначала Дозаказ Потом Битва Нет смысла Учиться Воевать Если ты не умеешь Заказывать Домики Теперь деньги Потратились Точнее Кончились Базу Можно было бы Починить Можно было бы И взлететь Как вариант Чтобы мародеры По ней Не стреляли Ой Че я нажал Ох Сколько Циклонов Вот и Этот же Самый Лимит Мог построить Минут Семь Назад Абсолютно Тот же Самый Ровно Семь Минут Назад Турельки Под танки Молодец Циклонами Подошел Убил Молодец Раскладываешь Танки И ломишься Наверх ГГ Так Давайте Репой Без мех Тернов Че-то Они мне Съедают Так Где наш Леонид А вот он Так Редстоун Как планета Прям Винксов Ливерти О Завода против алмаза Прикольно Привет Барман Привет Познавато Немного Мы тоже Довольно Поздно Начали Но Кстати Надо бы Чтоб ты сыграл Хотя бы разок На стриме Сегодня За мне руки Пока у тебя есть Полчаса Минимум Это идея Арахонт Давай Давай Поиграй Максимум Час у тебя Точно Минимум Полчаса Полоска Времени Да Не нужна Полоска Времени Смысл От нее Не смотри Варпгит Адепт Четыре Кита А В сумме Мне показалось Он добавил Четыре И вот Такой Транс Найти Легкий Простенький Мягкий Обожаю Такой Транс Это Сутками Слушать Когда Зрители Против Учеников Ох Ребята После Нового Года Как Отрезвею Прям Список Составлю Всего Того Что Сделаю В январе Я публикую В группе Вконтакте Обещал В январе Игр Побольше Проходить Наверное Вас В январе Один сюрприз Ждет Неожиданный Такого Еще Не было В моем Стриме По крайней мере Вы даже Не догадываетесь О чем Я Так Мистер Прост забыл В суммечном Совете Делать Что-то Полезное Икора Почему-то Находится Вот Самая Главная Ошибка Самая Тупая Ошибка Это Когда Икора Находится На второй базе И войска Все находятся На второй базе Кора Зачем Делается Чтобы Кидать Фотоноверчаржи Туда Куда ты Не успеваешь Прийти войсками Правильно Поэтому Кора Тут Войска Здесь Или наоборот Но лучше так Потому что Отсюда могут прийти И Кора Не спасет Ты бы сейчас Кинул два Фотоноверчаржи И отбился бы От этих Майков А так Посос И рабов Потерял И не среагировал И гиты Отключил И сумеречный совет Отключил И рабов Перевел И газовая экономика Прерывалась Ничего бы этого Не было Если бы Кора была На месте Так А ты разведывал Вообще Апсом Противник А Ну Топич Разведка Вообще Огонь Просто Бог Прилетел Апсом На разведку Смотрите Пацан Разведывает Р Разведка О Ты даже Посмотрел Что у нее Третьей базы Нет Неплохо Край муха Увидел Танк Против которого Надо делать Что Имморталов Можно Зелков с ногами Но эта карта Не очень Подходит Для зелтов С ногами Хотя Можно Можно Вязать В принципе Не запрещено Температура 38 Но Желаю тебе Быть нормальным Не болей Переходи на Goodgame Сразу Голова пройдет Пока Это у тебя От плохого Качества На ютубе Просто Голова болит А если Болеете Желаю вам Выздоровления Потому что Болеть Новый год Для лохов Он тебя Харасит Сталкеров И тебя Очень мало К сожалению Ты уязвим Даже Если бы У тебя Были Сталкеры Здесь Штук 5 Все равно Ты бы Мог Либератора Убить Нельзя Делать Только Адептов Сталкеры Тоже Нужны Сука Полезная Рейт 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 На атаку Пошел Третья база Достроилась Вроде Все Как бы Здорово Сделайте Сейчас Террен Выход С танками Куда Нибудь Сюда Чем Ты будешь Отбиваться Одним Имморталом Я боюсь Три танка Ты не Убьешь С Стимпаком С щитами С фугасами С медиваками Не дай бог Там еще Два Либератора Будет Ты это Никогда Не отобьешь О Похарасил Адептами Not bad Перепортнулся Выиграл Кучу Времени Молодец Колоссов Заказываешь Дальностью Молодец Хе-хе Почти Вроде Как Начал Третью Базу Раскачивать Надо Еще За Ролепоинтами Стараться Следить Тоже Довольно Серьезная Ошибка Когда Ты выходишь В третью Базу Начинаешь На нее Спамить Робов А у Тебя Здесь Не Хватает Восьми Надо Ролепоинт Сюда Поставить Ну Такая Мелочь Просто Я бы Обратил Внимание Кто Ж Победит Кто Ж В принципе Если Протас Дождется Колоссов С дальностью Через Две Секунды Дождется Блинка Четырех Гидов Заказанных На одном Пилоне Не Строй Здание На входе На второй Базе Это Лишнее Даже Если Отдаст Третью Базу Но Очень Грамотно Допадет Убить Это Можно Но Сложно Потому Что Тирана Плюс 30 Адептов Конечно Маловато Если Он Сейчас Добавил Адептов Штук 10 Крейдом Тирана Там 1-1 Ну Нет Тос Это Вряд ли Убьет Тем более Наламывается Он еще и сам Наламывается На разложенные Танки И сам Наломился На весь ДПС Тирана Энтри Филды Не успел Кинуть Гейты Не открыл Роботикс Дождался Второго На руках Тыща Тыща И решил Напасть Вот Самая Ужасная Ошибка Это Когда ты Ну Думаешь Что потерял Третью базу Типа Все Игра Закончилась Постараться Все-таки Можно Открыть Гейты Взять Дизраптора Все Забиндить Парпнуть И попробовать Дать ему По щам И повесить Сюда Об сервер Желательно Но Наломился На него Явно Зря Следующий Так Теперь у нас Играет Я с ним Сегодня Занимался У нас С ним Сегодня Урок Был Я Наверное Посмотрю Репой Покороче Вот этот Например Гляну Что здесь Когда Запись Выкладывать Буду Я наверное Все-таки Вырежу Лишнее Надо Сейчас Допить Шампунь Перед Выбором Фильма Или во Время Выбора Фильма Надо Кое-что В интернете Поискать На завтрашний День Так Сейчас Посмотрим За этим Тираном С билдами Косяки Серьезные Чатик Вы живы? Сори Что Надолго Отходил Но Фэмили Фэмили Все дела Орбиталка Цэшка Цэшка Барак Аплай Реактор По идее Да На пью Ну так Заранее Скимпак Сейчас Можно Заказать Ага Космопорт Поставить Мерку Запилить Рабов Заказать Космопорт Денег Не хватает Потому что Рабов Немного Не хватает Не достроил Тиран Рабов 200 газа 100 минералов Вот Самое время Для космопорта Бункер Внизу А он Не разведывал Да Разведывал Потерял Двух Рабов А Двух Рабов Рипером Да Рипером Точно Рипером Убил Двух Рабов И погиб Было бы здорово Сейчас на пятой Минуте Увидеть Что у Протса Делаются Быстрые Колоссы С дальностью Это вообще В хлам И очень легко Пробивается Всем чем угодно Не, на Новый год Меня ждет 2 литра Джек Дэниелса На два дня Я думаю 2 литра Джек Дэниелса Мне хватит Придется Кока-Кола Купить Очень много Ммм Так 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 Я уже говорил ему Что второй Космопорт Такой Быстрый Не нужен Знаешь Там Ко-Олси Делаешь Викингов В любом Случа Хотя бы Штуки 4 Если Завод До сих Пор Зачем Ставить В таких Странных Местах Завод здесь, космопор тут Пока танк отсюда доедет До сюда, уже Протас дойдет, грубо говоря От этого места до Золнаги За это же время, ну это же жесть Это должно быть стоять вот здесь Как можно ближе к выходу Есть викинги, марики в бункер По идее должны залезть, в итоге туда залез Один мародер Викингами не контролил Тиран, хоть и стоял Протас Под танком, в то это время Но викинги Били кору очень долго Но в итоге он отбился Потому что стимпака пехоты у него много А кого-то был всего один Иммортал тоже один, и не было толком адептов Которые не танчили Весь этот урон Почему PayPal пропал способов доната Привет, медик Ща посмотрю, в смысле пропал Серьезно? О, в натуре пропал Прошу Так Так, я отписал сообщение Спасибо, что сказал медик Ждем Ну, на самый крайний случай PayPal под стримом где-то написан Там даже ссылка есть, козырная Так, но фури пытается выйти кое-как в третью нычку после всех этих потерь Забновляет производство грейдов Все ключевые грейды были сделаны Все вроде неплохо Но очень лишним был второй космопорт Слишком лишним Протас очень поздно даже вспомнил про четвертый газ Он вот этот газ поставил рано, когда нужно было А вот этот поставил полторы минуты назад То есть, грубо говоря, он играл просто только в пять гитов Без технологии, с трех газов Причем, что еще делал колоссов с дальностью Хороший дропчик Но в размене, конечно, с колоссами Гораздо тяжелее победить КСМ-ок лучше бы он все-таки отправил в атаку Они, конечно, сгорели бы все равно Тут был второй вариант Попробовать Спасти КСМ-медиваком Да, просто все равно вышел Даже несмотря на это Спасти КСМ-медиваком в идеале Хотя бы восемь Или сразу просто вывести всех наверх Пехоты остаться сверху И подкопиться с этих бараков Подождать, пока дотекание подкопится Просто поставить реллипоинт Закрыть Саплай Отойти подальше Пускай Протас убьет даже газилки Саплай, командный центр А потом уже дать ему бой Потому что дроп все равно убил все пилоны И гейты отключены Ну, все равно неплохо Ну, тут Протас играл, конечно, очень странно До 12 минуты игры у него нету Ни форжи, ни сумничного совета Он как играл со всех гейтов С пяти гейтов так и играет Странно Зачем высокий битрейт? В смысле, зачем? Качество Качественный контент, все дела Кстати, чуваки Тема, кому не приходит На почту уведомление О том, что стрим начался Вам надо написать Вашу почту И ваш никнейм На вот эту почту На гудгейме Если вы напишите То есть шанс это исправить И те, у кого не приходит Уведомление о том, что стрим начался Пишите на эту почту Я такой-то, такой-то Мне не пришло уведомление Гудгейм не очень Ну, можно без не очень Так Так Смс-рассылки нету Она платная Так В фурии мы посмотрели Раз Два Ну Тараниса, наверное, нет смысла репоить Три на три смотреть Два на два, точнее Будет немножко тупо Еще у Вовы Протаса Какая-то идея Еще какая-то игра Не, я сегодня играть уже не буду Я надеюсь, что мне хватит времени Поиграть немножечко завтра Перед турниром на гудгейме Вообще, я планирую поиграть в воскресенье Не, в субботу Где-то с 12 утра С часу дня До Трех-четырех Дня где-то Ну, до трех, наверное, мало До четырех, я думаю, точно Ну, а потом уже выехать на Новый год Ммм Мелкивает, это вкусно Ммм В смысле, сейчас с газом Каким газом Нормально все с газом Озерк, молодец Трехаты Любит высокое качество Озерк Тиви Спасибо Большое Конфеты надо заранее покупать Перед Новым годом Давай, пачка шоколадок Ммм Клова Тебе не нужны четыре гита Это не те гиты, которые мы ищем Делай робо пораньше Роботикс можно делать Сразу после коры В принципе Ну, после Nexo Но Вот эти два гита Должны быть Застройки Ммм Зерга Золота уже работает Гидра собирается заказываться Блин Какой абсурд Вообще Зерги играют На таком уровне Все подряд делают Заказывает Гидроден Потом 16 Дронов Зачем Гидроден Заказывался Вообще Непонятно Сиди да угадывай Выходит на золото Можно зерга припугнуть Дойти до золнаги Войсками Убить собаку Занять нычку Нет, Артем Ты должен сделать это сам Желательно не делать Вот такую большую очередь Из юнитов Очень чревато Адепты, сентрии, мортвые Ну, все здорово Но технологии не развиваются Уже грейт на адептов Должен был быть готов Уже форжа Должна была быть Стоять Там Тос уже мог бы иметь Ну, грейт на атаку Как минимум Второй уже мог бы Делать Ну, мог бы делаться Можно было сначала Заказать форжу Заказать плюс один Потом заказать сумечный совет Заказать, скажем Блинк И плюс два заказать Ну и в конце концов Выходить в колоссов Потому что там гидра Собаки и так далее Колосс это пыщ-пыщ Масить сталкеров Адептов ты умеешь Как бы вот так Можно играть спокойно Доплатенно И вообще в ус не дуть Просто строишь Строишь юнитов И строишь Этого уже хватает Но потом Надо начинать Уметь пользоваться Технологиями То есть там пачка гидры Ну, этого зерга Ты убьешь Потому что у него Четыре рача С грейдом На скорость Гидролисков Целая туча И десять собачек То есть тебе нужно Убить шестнадцать гидролисков Я думаю Всем этим Можно убить Шестнадцать гидролисков Потому что у тебя Даже сталкеров Больше чем у него гидры Даже без блинка Просто А кликом с гвардином Можно это убить Спокойно Изи Когда лимит одинаковый Процесс вообще Всегда должен побеждать Если он не дебил Зерга уже Четыре хаты У тебя две Вот Убили ему нычку Ай Плевать А? Что? Нычка? Где? Не слышал Заказал две фаржи Очень поздние Грейт на броню Чуть более полезен Для большего числа Юнитов Чем щиты Щиты круто С гвардином Стакуются Минус три единицы Атаки Сразу Для адептов Сталкеров Это очень круто Если работает гвардин И есть грейты на щиты Не убил Ну Сейчас-то у него Гидролисков Стало уже Сорок 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 И чувак уже заказывает Ультралов С грейдом Три-тва С адреналином С хитином А ты как сидишь С одними гейта С одними сталкерами С адептами Так и сидишь У чувака Ультралы в заказе С адреналином У тебя в армии Один колосс Весь сейчас нужно Три колосса Три-четыре колосса Чтобы сжечь Зерга до того Если ультралы У тебя четыре имморталы Знаешь сколько там ультралов И ты опять стоишь С войсками Всеми на второй базе В то время как Третья у тебя база Сама по себе раскачивается Робов надо переводить Он сейчас нападает на тебя А ты стоишь Чёрти где Ты здесь должен стоять Он пришёл Убил тебя Нексус Ты даже не среагировал Только сейчас Тяжок назад Можно сделать небольшой Потому что ты кинул филды И его войска начали тупить Ты должен отойти Нихера себе Вы видели Вы это видели Смотрите Лоу Блин а можно Чему нету Повтора Как это случилось Это рандомно Генерирующая штука Блин я хочу это увидеть Ещё раз Там кусок ультралиска Улетел вообще Лоу Вы видели Вы видели Ультралиск летает Лизард Я могу смотреть Но это вечно Близард Иди в жопу Что это Господи Конченая игра Просто конченая Эх разработчики Такой юнит Тестер Ой Такой это Игротестер Пропадает Ну ладно О Они опять летят Анимация для лохов Мне кажется Если Старкрафт Был бы без анимации Юнитов Было бы гораздо проще Играть Было бы довольно понятно О Ультрал стоит Значит Значит он дамажит Знаете Как пошаговое Это Как Как эти Как шахматы Лол Прикольно Ну Тебе не хватает Сплэш юнитов Или штормов Или колоссов Чтобы гидру передпсить Адептов нужно побольше Спереди С глефами А у тебя нету адептов С глефами Или зилы с ногами Лучше масс адепты Они гидру быстрее разваливают Фарман Он наверное На твоей почте Блин Такой кусок ультрала Красивый Улетел Вообще Ну Тут ты ничего не сделаешь Он тебя просто давит У него 4 базы Раз Два Три Четыре Ставится пятая И ни одну базу Из всех трех Ты не смог отбить Фарма не помогли Архоны нет Тебе нужны сплэш юниты Сплэш Колоссы И штормы У архонов Как бы тоже есть сплэш Но он маленький Плюс они толстые И тупят спереди постоянно Оу Корова на льду Знаете Вот мне вот Именно такое у меня ощущение Когда я вижу Вот примерно такое Как говорят Старкрафт не умирает Серьезно? Я удивлен Что Брудворда не ползает По земле Но это забавно Короче Вова Научись Пользоваться Технологиями Помни Что у адептов Отличная атака По собакам По гидре По легким По марикам По гиллионам По собакам Им нужны глефы В сумичном совете Лучше иметь Два грейда на атаку Чем 1-1 Рейда на атаку Маст хев Не бойся Начинать делать Грейды с двух бас Да, Хэмал Мне скинули ролик Я в лютом восторге Думаю, мы в это как-нибудь сыграем Завтра времени, конечно, будет не особо много Смотрим Тут должно быть какое-то последнее сражение Где тебя должны разорвать Дизрапторы Дизрапторы тоже помогли бы Если бы ты ими попал в гидру Но сейчас, когда бруды Уже от них толку нет А в прошлом замесе Который был в центре карты Там, может быть, даже бы Что-то и получилось Жесть Ты проиграл игру тогда Когда ты потерял Нексус на золоте За который ты даже Не стал драться На уровне выше Платины Если ты потерял базу И если ты сейчас Не пойдешь сразу в атаку Ты уже не выиграешь Любой зерк тебя задавит числом Любой Привет, Марк Доброй ночи всем Так, мы смотрим репои учеников Разных Тамах Так, мистер гварден Из команды Зимис Блин, руки липкие после еды Надо исправить Доброй ночи всем 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 Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Продолжение следует... 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 Так, мистер Гвардин... Я считаю, что нельзя одновременно выходить и в стимпак, и в завод, и в космопорт, и в пристройки, и в две инженерки. Знаете почему? Потому что у вас на второй базе нет рабочих. Нельзя так сильно торопиться. Хм... Продолжение следует... 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 был. И еще и третий Нексус впаял. Вы удивляетесь, почему он не выиграл? Потому что нельзя заказать 2 фаржи и 2 апгрейда и пойти в атаку с 2 бас. Совсем лол. Он бы тебя выиграл, если бы не заказал их. Теперь у тебя куча бараков. 2 космопорта, в которых должно постоянно что-то делаться. Например, те же викинги, потому что медиваков у тебя уже 6. Это вполне достаточно. Так как у тебя армии совсем нет. Летишь к нему. Можно было бы делать тех же либераторов, а не викингов. Либераторы точно так же стреляют и по земле с уроном 80. А викинги только по воздуху. Вырубаем быстренько пилоны. Но этот можно было бы добить. Либо вообще не сражаться с ним, либо напасть просто у него. Ой, а сейчас адептов слишком много. Они в пехоте-то напрессовывают. Ну вот, о чем я говорил. Разложи сейчас вот сюда 4 либератора. И все. Игра сыграно. Выграно. Приходится сажать викингов. Загружать все это в медиваки и лететь на мейн. Прям подкололся. Добавно. Поржа. Все, отмените апгрейд. Загрузился. И полетел обратно. Красавчик. А что домой-то полетел? Почему не на третью базу? Там же викинги висят. Протайверти протаса. Заказывайся. Иовта. Ты уже вышел в три базы. Тебе ничего не нужно делать, кроме как его дропать и заказываться. Успехи у ребят. Ну... У всех есть успехи. У всех они разные. У кого-то нереальный прогресс. Фармен, ты разыгрался? Можешь показать, почему я тебя научил? Иссе, 100 адептов. 30 адептов, Карл! 30! Делаем грейды. Нажимаем стимпак. Медиваки. Ох уж этот отхил медиваком. 4 хп за энергию. 4 хп. Это при том, что ТОС технологиями вообще не пользуется. У него ни имморталов, ни сентрей, ни нормальных апгрейдов. Адепты без глефов. Адепты без глефов, Карл. 13-ая минута игры. Крис играл, сижу, пью пиво. Так, отставляй бутылку, сейчас играть будешь. Ты прямо сейчас или после следующего репоя. Прямо тебя должен прийти на почту. Адепты здесь сольются. Они без глефов, и это чистые адепты. Там 8 медиваков тирана выхиливает. Адепты не смогут это переконтролить. То же самое было бы, если бы ТОС был с глефами, а тиран без стимпака. Тиран также соснул. Неплохо. Уже прогресс у Гвардина. Стал более уверенно передвигаться по карте. То есть раньше сидел на базе. И очень дико. Так, ну Тараниса в 2 на 2 смотреть не будем. Я сегодня с ним тоже занимался. Быстренько вот этот репой гляну. Бармен, создай пока игру и готовь меня инвайтить. Выбери какую-то карту. Ребят, есть кто желающий сыграть Платина-Алмаз. Сейчас скажу. Платина-Алмаз не протас. Зайдите, пожалуйста, на канал ZergTV и я вас заинвайчу, если есть такой цимис. Цимис, цимис. Ну, у нас читается все по-русски, поэтому зимис. Зимис. Давайте. Платина-Алмаз не протас на канале ZergTV в Старкапсе. Какой-то я заторможенный стал после шампанского. Ну, в этот раз инженерки пошли чуть попозже и чуть-чуть в более адекватный тайминг. Хотя и газа 3, пристройки на космопор до сих пор нету. Параг тоже без пристройки. Газа не хватает. Зерк там масит собак с даблгрейдами. Ой, какая позиция смачная. Просто вы гляньте на это. Просто вы посмотрите на эту позицию танка. Как же это шикарно. Почему ни один человек в мире до этого не додумался? Ни разу такого не видел. Просто офигеть. Как же это круто. Это так очевидно. Но никто этого не делал. Лол. Сама побежала в контратаку. А тут ни бункера, ни стенки. Сейчас гвардин врубает режим касса. Я хочу это увидеть еще раз. Я вообще хочу, чтобы в старкрафте была функция супер слоу-моушен. Ой, жесть Надненько А вот если бы вторая минька была закопана, бомбанова была вообще смачна Бэм, да еще 10 киллсов Продолжается веселье с танками, с медилаками С мариносами Знаете, где его ввести? Кнопка премиум слева активировать Слишком сложный интерфейс гудгейма Ну правда сложный Делаю гайды Как пользоваться гудгеймом Продолжаю гайды Блин, гвардиан, клевая фишка Реально клевая Зергу без собак, точнее чистыми собаками вообще ничего не сделать против этого Конечно пересидел с двух баз Законтролил, конечно, противника за все это время Посмотрите на количество киллсов у танка Я аж подавился Серьезно 74 Мать твою Киллсов У танка 74 Это же пипец Пипец Охренеть просто Зерг не мог за 5 минут никак сделать 3 реведжера, чтобы убить танк Гениально 70, сука, 4 киллса 74 собаки Это же лол Ну все Теперь тираны знают, как выигрывать на этой карте Реально лол Я такого ни разу не видел Ни от кого вообще Конечно, к войнаме с разных сторон можно на этот танк напасть Но нужно заранее к моменту прихода с этим танком сюда Если терна уже приходит Иметь хотя бы квин 5-6 КГ Чуть забывает гвардин дома про развитие Но Ставит очень активно Ему нужно научиться совмещать развитие с его агрессивностью И все Это плюс 2 лиги сразу Клак на ютубе От того, что ругаешься матом, это не делает тебя крутым Ты зашел на бутгейм Спасибо, бармен Напиши Вот когда завтра Будет раздача премиум аккаунтов Тогда у каждого будет шанс Оценить То, ради чего стоит забыть про ютуб и твич Навсегда Это в ваших же интересах Ну, конечно, для тех, у кого интернет не один мегабит У кого компьютер Менит больше, чем одно ядро Так, смотрим Завтра будет весело Так, время уже 0-0 Ну, я думаю, пару раз он сыграет Я просто хотел вам этого ученика показать Надеюсь, что он сыграет так, как должен сыграть И надеется, что не подведет Ну, и кино сегодня, конечно, же будет Пока будет идти кино, я буду кое-что искать для завтрашнего дня Завтра выиграет турнир Ну, мы это завтра обсудим На самом деле, абсолютно любой СНГ игрок Потому что уровень абсолютно у всех одинаковый А может быть и вообще КРР Если уж креатива Коугуара не хватило То странных стратегий Стрэнджа Кажется, тем более не хватит Ну, что делает Протос? Запиливает терну газ Правильно Почему? Потому что это минус половина гейских стратегий Никакого танка Никакого тебе либератора Никакого тебе Дропа со стимпаком Единственное, что может делать Терран Это или гелионов Или дроп мин В чем он видит, что у противника А, стоп Он уже пробкой А, он уже потерял пробку Я на секунду отвлекся на чат Пробка уже сдохла Какой-то из КСМФУ убил То есть Протос не видел Отсутствие третьей базы Но видел, что у тебя на два быстрых барака Ну, это, в общем-то, такая Минимальная информация Томатос играет грамотно Делает все основные вещи Все самые необходимые И четкие Такой странный Путь Для патруля КСМки Был Посмотрим, как Протос развивается Пока он впереди Потому что Nexus у него готов Ну что, делайте ставки Кто сильнее Ученик Который играет в StarCraft 2 недели В сумме Ну, с учетом работы Другой жизни Или X-Ray Который играет гораздо дольше Гораздо дольше Причем Протос сыграл за всю свою карьеру Всего 250 игр За 2 недели Нуля Он способный Протос Очень способный У X-Ray сильно развитие отодвинулось Но это пока что только лишь тайминги Всякая теория И так далее И так далее Одного дропа со стимпаком Были достаточно Чтобы получить Очень огромнейшее преимущество Забыл, бармен, скинуть Буст С гейта на Нексус Нет смысла пустить гейт В котором ничего не делается Гейты надо открывать Блин, как у него здания красиво стоят Прям вообще жесть Реально красиво Прям Аж слишком Сентрик Сейфовый Надежный Адептами Естественно ничего не сделать Потому что здесь застройка И надо делать Естественно Обсервера Который должен какую-то информацию Все-таки дать Но Протос сделал Грамотную вещь Он занял Золнагом Правда не обязательно делать Это двумя адептами Можно и одним Нет, он не играл по 8 часов в день Он работает У него ник бармен Он работает барменом Это неудивительно Просто я об этом знаю А бармены часто работают И ночную смену Потом на следующий день Весь день Пят Отдыхают Отсыпаются Он играет только после работы И то не каждый день Сумеречный совет В котором по идее Надо заказывать грейды Делает иммортала уже Раньше времени И вот сейчас Обсервер Чуть-чуточку Не успел За медиваками Которые уже полетели Он возвращается На Золнагу Но Золнага Не дает вижена Вот здесь Поэтому надо быть готовым Всегда Он идеально строит Робов 5.30 45 пробок Просто абсолютно идеально Но один пропущенный дроп И вся эта экономика Разрушится Серен хорошо Бустят медиваки Очень хорошо Тут коры Да, не хватало Он поздно Вспомнил про это Очень поздно Коры опаздывает К сожалению Опаздывает Фотонаверчарж Поздновато Ну и тем более Один фотонаверчарж Не успеет Никаким образом Прошу прощения Не успеет Спасти от Грыженных Мариносов То есть Вроде было Все очень четко Но адептов Нету И коры Было слишком далеко А нужно было Всего лишь Варпнуть Три адепта И включить Гвардин И просто Встретить этот дроп Можно было Отвести рабочих Подальше Делать три адепта И посражаться С тираном Потому что Гвардин с адептами Даже без Глефов Это тот же самый Стимпак Этого хватает Чтобы его контрить Но протез Как я и сказал Растерял все Преимущества 19 рабочих На одном дропе Но билд Отыграл шикарно Халкер С блинков у него К сожалению До сих пор нету И Immortal 2 Pit 33 Рабана 42 Как я и говорил Один дроп С тирана С стимпаком Может Полностью Перенуть игру Но у тоса Три Нексуса В принципе Он еще имеет шансы Раскачать три базы Поставив Правильный Роллипоинт Вот сюда Накопив Адептов Дешевых Если он больше Не будет пропускать Дропы То у него Все получится Но теран уже Копит танки Причем уже Три танка Выход с танками Может быть вообще Очень-очень решающим Тут тебе И либератор На мейн Пилона за минералами К сожалению Нету Потому что Слишком много точек Откуда либератор Может прилететь И дроп Одновременно С этим делает теран Миллион раз Я так проигрывал Нужно просто Резко Быстро Собраться Надо постараться Это сделать Надо решать вопрос С либераторами Которые будут Постоянно Зависать За минералами То есть Везде Пилоны За минералами Нужны Сталкеров Надо везде Расставлять Наконец-то Он поставил Сюда два пилона Для коры На случай Очередного дропа Но теран Очень медленно Развивается У него До сих пор Нету Третьего командного Центра У него Всего лишь Два барака Пехота у него Еле-еле копится Он играет Только дропами Дома у него Производство Ужаснейшее У просто Продакшн Гораздо лучше К сожалению Не лучшим образом Здесь встали здания Поэтому нужна Ура За сталкер Может пройти Интересно Наверное нет Или А, может Нет, не может Застройка Кора Ой, кору Только что убили Но эта игра Проиграна Давайте Не будем Время тянуть Еще одна попытка Так Сейчас он сыграет Еще разок А где наш X-Ray X-Ray А, вот Блин, у меня Шампанского Сушняк Ужасный Фу Хватня, говорит Не играл в Старик Ну да Я когда Или не играю Вообще Охреневаю Я захожу в игру И у меня ощущение Играл ли я Вообще В нее Так Пригласить В игру Клево Привет Рейнс Ну Мой Вискарь Меня ждет Завтра Нет Послезавтра Завтра Нельзя Мог бы Саксон Если бы Уделял Все время Игре А не Комментированию И стримингу И Это решение Нужно было Принимать Пять лет назад Шесть Когда Старкрафт Только начинался О, невероятно Что за эти шесть лет Если бы я посвятил их Старкрафту А не Комментированию То этот опыт Мог бы дать о себе знать Уже примерно сейчас А может быть раньше Кто знает У меня не было такой цели Было желание Но не было цели Так Мне нужен это Мне нужен лидер Вот он точно так же стримить И при этом трениться Нельзя Нельзя стримить И трениться Одновременно Это нереально Тупо запустить стрим Закрыть Выключить второй монитор Не читать чат И просто играть на стриме Чтобы те кто хотели Могли параллельно смотреть Можно Но Такие стримы Как правило Собирают человек 50 Максимум 100 И смысла в этом вообще никакого Хе-хе-хе Шеребак Хе-хе-хе Старишь Сущего Фармен не спи Ну по сути весь свой опыт И знания Какие я накопил Они как раз мне дались Только благодаря тому Что я именно и стримил То есть получается Сначала мне нужно было Года 3-4 постримить А потом уже развиваться Как игрок Чтобы от этого был Ну какой-то профит Чтобы конвертировать знания Взятые со стриминга И наблюдением За другими игроками А мы в своей игре Собственной Это как-то я не знаю Ни одного Другого игрока Который был Стримером А потом стал Прогеймером Таких нету Ни одного игрока В Старкрафте Такого нет Вообще И что-то я очень сомневаюсь Что это был бы именно я Ну очень сомневаюсь Нет, ну и на Вест Инновейшн и Зест И стримили Когда они уже набрали Такой уровень Потому что Они либо захотели Либо должны были стримить Но если ты перемотаешь Жизнь, скажем так Года на 3-4 назад Ни одного стрима Инновейшн Лайфа СОС Это не найдешь Потому что это было Абсолютно нафиг не надо Им и сейчас это не надо Многих из них Просто заставляют Это делать А кто-то Кто-то стримит Для того, чтобы Заработать денег Так как Сейчас нет спонсорской Поддержки Почти у всех корейцев Поменять Поменять прем На модерку На Твиче Добавно А Танец есть Что, серьезно? А ничего, что На Танец не проигрок Он просто Комментатор Который играет в StarCraft Ребят, вы Сами не знаете Ничего А что-то пишите Проигрок Выступающий На турнирах И как минимум Имеющий команду Или спонсора Именно выступающий На турнирах А не играющий На ладере Это проигрок А Танец Комментатор Точно такой же Как я Только Я знаю русский А он нет Нельзя просто взять И стать тренером Саксон Во-первых У нас в России Нет такого понятия Как тренерство В StarCraft Оно в принципе отсутствует Но Во-вторых Наши русские Прогеймеры Сами знают Как играть Им не нужны Никие тренеры Ладно Вернемся к игре А Танец был Капитаном Сборной Америки Потому что Никому больше Некому было Из США Играть В StarCraft Потому что Никто больше Не подавал заявку Я с точно таким же Успехом Мог бы подать заявку На выступление За сборную Россию Попробую Позвать Чатик За меня Проголосовать И выступал бы Я за сборную Вместо Кулгуара Это было бы Абсолютно Сто процентов И любой из вас Тоже Мог бы Сделать точно так же Абсолютно любой Очень печально Что вы об этом Не знаете В Америке Кроме Ниба и Пака Больше нет Нормальных игроков Да Ни одного Даже полупрофессионального StarCraft Нету в Америке Америка Самый слабый Низко Населенный Прогеймерами Континент Господи Даже игроков На среднем Профессиональном уровне В Австралии Больше чем в Америке Даже в Австралии Даже в Австралии В чем вы Играет он С недавних пор Профессионально Да ладно Афанес играет Профессионально Фак Не пиши больше Ничего в интернете Не позорься Да Играл бы сейчас В сборной России Опозорился бы Вместе с Коугуаром Не Я считаюсь Не считаюсь Настолько достойным Это Не для меня Если уж Стрэнджа не было В сборной То Что там вообще Делать Коугуару Вот чуваки С ютуба Считают Нафанеса Про геймером Так и умирает Старкрафт На глазах Хе-хе-хе-хе-хе Хм А x-ray Хорош Для платины Очень хорош Вармана Нужно Немножко Поналегать На юнитов Повнимательней Там уже 16 мариносов Со стимом Вот представляете На секунду Если бы сейчас Террен пошел В атаку И Удивил его Протоса Внезапным прессингом Даже со стимпаком Не так уж и просто Отбить 17 мариносов Со стимом Но без медиваков Нет смысла С этим стимпаком Нападать День еще одной расы Это значит Заниматься еще Как минимум Год балансом Даже едва Среди всех юнитов Это нереально сложно Да У тирана Кстати я тоже Заметил Нету биндов На бараке Только командные Центры КСМки И КСМки Он вообще Использует только Ф2 Фродс молодец У него забинжены Нексусы Роботикс Кора Войска Крайней мере Два адепта В центре А вот этих ребят Надо бы в биндз Взять все таки О, теперь он забиндил Два медиака Найс Чувак Ситуба Мне на тебя насрать Можешь ехать на Твит Абсолютно Можешь писать все Что угодно Но если ты считаешь Нафаниса Прогеймером То бесполезно С тобой в принципе Спорить Ты прав И смотри Алекса 07 Говори ему Что он Прогеймер Если ты не в курсе Это Нафанис Комментатор Если не знаешь Об этом Зайди на Ликвипедию Ох, вейт Если ты вообще Знаешь Что это Ты же с Ютуба Откуда тебе значит Такая Ликвипедия Откуда Блин Повылезали Я не понимаю Ребят Не портите мне Жизнь и настроение Перестаньте нести чушь Как ребятам С Ютуба Найс Ну вот Спустя прошлую игру Заметьте Огромную разницу Между Этой каткой И предыдущей У протца В этот раз Стоят нормально пилоны Стоят пилоны за минералами Стоит пилон за минералами Кора висит на одной базе Войска сразу на дроп Среагировали на мейн Он уже нормально Адекватно подстроился Под действия противника Только единственное Меня смущает Два грейда Заказанные в сумечном совете В очереди И А я понял Почему он так играет Я понял В одной из игр На прошлом уроке У него очень круто Получилось отыграть В зилу тархонов Я ему немного помогал По мере игры С таймингом Добавления гейтов Типа там Кейнбус на фаржу И так далее Ну такие мелкие Делал корректировки И он вышел В очень качественный лимит Очень сильный Который против терна Очень хорошо заходил На тот момент Которого не было Там масс танков Масс либераторов Или масс мин Было там всего по чуть-чуть Немножко пехоты Пара танков Пара либеров Варп сталкеров А ну к сожалению На медленный пилон Ой-ой-ой-ой Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, нет, пожалуйста, только не в задницу. Ооооу. Ну, бывают такие фейлы. Не всегда пилоны бывают быстрые, не всегда ты об этом помнишь. О май гад. Пять сталкеров убил один либератор, ну это жесть. Это просто жесть. Фуууу. Круто. И сейчас, кстати, можно попробовать сделать процессу, добавить имморталов побольше. Раскинуть все бусты на технологичные здания, потому что экономики, в принципе, сейчас хватает и рабов уже достаточно много. Занять третью базу, укрепиться на ней. Но нет самой главной, самой ключевой информации. Информации о билде противника, о выходе противника или об отсутствии его третий нычки. Адепту можно было хотя бы сюда поставить. И сейчас у Протаса есть ножки зилкам, вот буквально через 10 секунд. У него нету зилотов и почти готовы штормы. Темпа разворачивается у Вархона, но адептов тоже мало. Хоть они и с глефами. И он позволил терну разложиться. Это самая-самая главная ошибка. Давай, давай, давай. Четыре иммортала, но позиция просто имбовая у танков. К ним вообще никак не подойти. Танки разрывают сталкеров просто в хлам. Кто-то чуть-чуть забыл добавить зилков. Кто-то у X-Ray 50 мариносов. Это гораздо более серьезный аргумент, чем отсутствие мародеров. Где же зилоты-то? Где же зилоты? Если бы сразу отступил и смирился бы с потерей базы. И перешел бы в нычку в другом месте. Это было бы адекватно, потому что у тернула самого третья база до сих пор нет. А время, в общем-то, работает. Не скажешь, что на терна. Спасти всех рабов и смириться с потерей, это было бы идеальным решением. Но процесс попытался подраться. Апсервера бы сюда повесить, поставить, чтобы понимать, сколько юнитов у терна там стоит. Формы в процессе готовы. Штуара... У бармена два тимпуара всего, но энергия еще копится. Один шторм! Один шторм сюда положить, и игра кончится! Такие мариносы кокосаны просто в салат. Стимпак! Фора! Фотос все прекрасно видит. Только тимпуаров несли, я тебя прошу, только не тимпуаров, пожалуйста. Один шторм в этих мариков, и они все сдохнут. До единого. Или два шторма. Один по голове, один за спину, чтобы они не убежали. Ну, оклик! Эх, по зелкам попал два раза. Вышел из-под либераторов. Отлично! Неплохо! Но тернатодотекание слишком серьезное. 1500 газа на руках. Это пять архонов. Слушайте, ну, я... Хе-хе-хе... Хе-хе-хе... Я предлагаю... Завтра будет нормальный полноценный стрим. То... Ну, я успею завтра кучу всего сделать. Да. До трех, до четырех я буду делать дела. Потом будет полноценный стрим, не отрываясь уже ни на что. Единственное, только, наверное, сейчас... Доставку надо заказать. Пока сейчас идет эта игра, я как раз займусь доставкой. Нужно расстроить больше пионов. Так, смотрим Атоса. Да, это последний матч, потому что бармену нужно идти. Плюс уже поздно, плюс надо качать фильм. Надо его смотреть. И осталось последнее, самое важное вещь. Такс. В смысле, почему я еще не сплю? Время же всего лишь час ночи. Я же раньше двух, трех вообще не ложусь никогда. Последний раз я вложился до двенадцати ночи, наверное, где-нибудь в районе... Я не знаю, во времена института. До стрима. Никогда не ложусь раньше двенадцати. Потому что сплю до двенадцати. Что-то пол стримера. Подарки. Подарки, подарки. Самое печальное, что придется много времени тратить на... Как это? На вырезание лишнего из этой записи. Чтобы выложить потом на ютуб. С реальной геморрой. Зачем отматывать стрим на ютубе? Смысл. Стрим надо смотреть в реальном времени. Вводы можно посмотреть на ютубе. После стрима. Зачем во время стрима смотреть... Ты сначала будешь смотреть запись. В то время, как идет реальный стрим. Потом ты пропустишь что-то интересное и даже об этом не узнаешь. А потом в ютубе уже пересматривать ничего не будешь. Как бы это... Это тупо... На гудгейме хотели ввести перемотку. Но в итоге забили и... Молодец. Молодец, что кастанов потом на верчарж. Убил рипера. Все проблемы. И сейчас бармену надо реабилитироваться в наших глазах. Но обычно-то я не отхожу, X-Ray. Я крайне редко отхожу. Так, запомнить заявку. База атакована. База атакована. База атакована. Разработка завершена. Разработка завершена. Я... Я... Значит, мне нужно будет вырезать лишнее. И только потом я смогу залить на ютуб. Игры. Смотрим за барменом. Блин, какой же яркий цвет. Я не понимаю, почему он такой яркий. Яркий. Обещал показать, но я запишу видео с тем, что я хочу показать. И потом покажу просто. Это подарок, который показывать пока нельзя. М-м-м. А с адептами. Асик. А7. 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 Ну, три киллса, в принципе, тоже достойно. Четыре, конечно, было бы вообще хорошо. Терны. Рабы не умирают. Выстрелов. Другие рабы должны умирать. Терранам, видите ли, это неудобно. Асекты очень сильные. Против тирановских рабов. Высококерцовый. Нет. Нет. Не угадал. Подарки не запаковывают. Такое время. Пионов. Цепты. Клинычки раскачаны. Экономика у бармена идеальная. 50 рабов на 35. Строит рабов как бог. Вот. Надо бы повесить сюда. Вот. 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 Умничка. Умничка. К трудовым подвигам готова. Появились два медивака. Абседжи это прекрасно увидел. Видишь, что нет туреток. Все мариносы загрузились. Ты это видишь, понимаешь. И надо делать что? Юнитов. Ого. Правильно. Алекс Нью. Советую смотреть гайды. Там 100-500 миллионов раз рассказывается подобное. Фотону верчаж. Фотону верчаж. Фотону верчаж. Найс. Вот что называется. Хорош. Хорошо. Вовремя прилетевший. Абсервер. Который. Увидел ключевую информацию. После этого. Тирану. Протаса. Уже не догнать. Потому что разница просто огромнейшая. Странная фотонка. Довольно далеко стоит от экономики. Просто теран отсюда забежит. Эта вот зона не защищена. Нужно фотоночку поближе куда-то ставить. Вот куда-то сюда. Корона мэйни с фотонками. На случай, чтобы проблем не было. Пара сталкеров стоит. Но вот сентри нужны. Сентрии нету. Тоса 800 газа. Забыл про сентрей. Входит в колоссов с дальностью. Выход он наверное пропустил. А, у него есть первый колосс. Да, первый. Ологи ты. Не хватает только сентрей. Вот все идеально. Кроме сентрей. Деньги на них естественно есть. Сталкеров с мэйна забрал на всякий случай. Корона на второй кнопке. Войска на единице. Кто-то с немножко сейчас суетится. Третья база у него уже раскачана. Заметьте. Нет орбиталки. Нет рабочих. Нычка раскачана. Точно так же надо было играть против X-Ray. Надежная. Надежная. С корой. С пилонами. С даварпом. Просто то же самое. Только надежнее. Надежнее. Теперь он вроде все основные моменты делает. Пак из импорта. Рабов строит. Мул кидает. Орбиталку только забыл. Бараков достаточно. Производство идет. Сурсы не сильно копятся. Хотя и сказать пару бараков стоит наверное уже. А у него 4 барака. А он 4 барака вместо 5 забиндил. У него один барак без бинда. Даже вот такую вещь можно найти. Ценные такие вещи обращаю внимание. Тетвертый Nexus. Причем Observer не проверял наличие четвертой базы. Но он видит то что третья стоит очень поздно. Тут чистые Мариносы. Кололсы это убьют Акликом. Жгут я бы даже сказал. Дотла. Хоть здесь бармен порадовал. Блинг еще конечно добавить было бы здорово. Потому что если там либераторы. Сталкеров мало. Блинг и нету. Тяжко. Ченц. Туда не дропнешь. Коры везде. На страже. Сейчас будет жесть. Просто Мариносы даже убежать не успели. Они уже сгорели. Нельзя чистыми Мариносами драться с процессом. Без танков. Без минок. Чистыми мариками. Бесполезно. Даже если убрать колоссов. Ты все равно не убьешь 25 адептов с апгрейдом. Потому что гвардины. Потому что сталкеры. Потому что адептов много. То есть нужно что-то еще. Танки. Либераторы. Мины. Выбирай не хочу. Хочешь миксуй все вместе. Делай то и другое и третье. Ножки делкам. Добавляем темпуар. Не делай мархонов. И так далее. Просто немножко распределиться с своей экономикой. И ты нужно сразу биндить. Чтобы не забывать потом открывать. Я вспомнил, что очень давно не слушал музыку в Айтры. Здесь не забудет адептов отменить. О май гад. Маленький провал. Да убей ты его уже. Че ты очкуешь. Все. Ты выиграл по земле. Плевать на викингов. Аклик. Аклик. Вперед. И сейчас архонов просто взять и варпнуть. А сколько уроков сможет научить экономике? За один. В общем за один урок я могу обучить не только экономике. И какому-нибудь билду. И плюс какому-то мышлению в игре. Все зависит от того, насколько человек хорошо усваивает то, что ему говорят. Насколько он замотивирован. Насколько он заинтересован. Все зависит только от этого. Вот этот парень, он очень заинтересован. Поэтому он сыграл 250 игр. И у него на 12 минуте 4 базы. Куча гейтов, куча апгрейдов. И у него технологичное и грамотное войско. Только он забыл нажать Escape-адептом. Ну и пока что он не научился и не пробовал пользоваться блинком. Как надо пользоваться. Это уже будет следующий уровень. Мастерства, так сказать. Понять экономику. Там это самое простое. Научиться микрить это гораздо сложнее. Бега. Пойдет. Так, победа. Когда АПМ не важен. Так, ну ребят. Значит, следующее. Завтра будет турнир на Гудгейме. Клевый. Завтра будет эпическая раздача на стриме. Премиум аккаунтов. В первую очередь, говорю это чувакам с Ютуба и Твича. Завтра ваша жизнь может измениться к лучшему. Фарману спасибо за игры. Всем сегодня спасибо за просмотр, за поддержку и за все остальное. Сейчас будет кино.